К январю 2011 года приборы учета должны стоять в каждой школе, детском саду, больнице и других муниципальных учреждениях. Вот только пока далеко не во всех учреждениях бюджетной сферы их спешат устанавливать. Большинство руководителей не понимают, что эффективное использование энергетических ресурсов приводит к экономии бюджетных средств. При нашем-то дефиците. К примеру, если есть счетчик на газ, то оплата почти в три раза меньше, чем по нормативам. Также происходит оплата и заводу. Большинство вопросов было адресовано именно директору водоканала Александру Яблокову. Так как именно с установкой счетчиков на воду связано большинство проблем. Оплата была произведена 17 сентября. Договор по установке был заключен с водоканалом 24 сентября. Дополнительную заявку на установку мы 21 ноября подали и до сих пор у нас еще не установлено. То есть наша проблема заключается в том, что водоканал не выделил рабочих, которые могли бы установить приборы учета. Руководители продолжают искать оправдания. Перекладывают несделанную работу на плечи директоров водоканала, электриков, коммунальщиков и газовиков. А после заседания коллегии директора образовательных учреждений ХОРМ отметили финансовые затруднения этого вопроса. Поэтому счетчик не будет установлен, если руководитель будет платить с понедельника со следующего из своего кармана ту сумму, которую водоканал будет выставлять. Как оказалось, недочеты есть и в самой разработке целевой программы. В платежи включены средства только на приобретение приборов учета, а вот деньги на их установку оказались без внимания разработчиков. Отсутствие согласованного графика выполнения работ по установке приборов учета с организациями, выполняющими установку оборудования и несвоевременные оплаты муниципальными учреждениями привели к сложившейся ситуации. Николай Милинский пошел навстречу руководителям всех организаций и дал еще одну неделю для устранения всех недочетов, а также усилил контроль за исполнением предъявленных требований. Я, конечно, взял себя на контроль и сегодняшний день уже запланирован проезд и объезд некоторых участков, там, где сложные вопросы. Но, в принципе, в целом, думаю, что вопросы все будут решены. Правильное и эффективное использование энергоресурсов может быть только тогда, когда каждый директор прежде всего установит все приборы учета, будет постоянно следить за их показаниями и сам экономит тепло, свет и воду. И только тогда мы сможем говорить об экономии бюджетных средств. Елена Полбоярова, Александр Костерин, События Кузнецк.